Предлагаю решить уравнение. Данное уравнение является линейным, поскольку переменная m везде в первой степени. Но уравнение имеет несколько сложный вид. Знаменатель 4, 8, 2. Желательно бы от этого знаменателя избавиться. Это можно сделать с помощью свойства уравнения, которое говорит, если левую и правую часть уравнения умножить или разделить на одно и то же число, мы получим уравнение, равносильное данному. Это значит, что в новом созданном нами уравнении будут те же корни, что и в уравнении, которое мы преобразовали. Поэтому, чтобы избавиться от знаменателя 4, 8 и 2, предлагаю умножить левую и правую части этого уравнения на 8. Первая дробь умножаем на 8, получаем 8, 3m плюс 1, деленное на 4, минус 8, 5m минус 3, деленное на 8, минус 8, умножаем на 7m минус 1 и делим на 2, равно, предупреждаю, типичная ошибка является неумножение правой части на число 8. Нельзя забывать умножать на 8 и правую часть этого уравнения. Можно упростить каждую дробь. 8 и 4 сократимы, 2, 1, 8 и 8 сократимы, 8 и 2 сокращаем на 2, поэтому имеем уравнение 2, умноженное на 3m плюс 1, минус 5m минус 3, минус 4, умноженное на 7m минус 1, равно 8, умноженное на m минус 2. Следующий этап преобразования. Нужно раскрыть все скобки. 6m плюс 2, минус. Скобки, перед которыми стоит знак минус, меняют свой знак в слагаемых на противоположный. Имеем минус 5m плюс 3, минус 28m плюс 4, равно 8m минус 16. Следующий этап преобразования. Приведем подобные слагаемые. 6m минус 5m, 1m минус 28, имеем минус 27m. 3 плюс 4 плюс 2 дают 9. 8m минус 16. Приведения подобных слагаемых нет. А сейчас 8m с переменной переносим в левую часть, имеем минус 27m минус 8m, равно 9 свободное слагаемое переносим в правую часть, минус 9 минус 16. Приведем подобные. Минус 27 минус 8 минус 35m, а правая часть равна минус 25. Получили линейное уравнение. Чтобы найти корень этого уравнения, мы должны минус 25 разделить на минус 35. Ну, во-первых, частное двух отрицательных чисел есть число положительное. 25, 35 – это дробь сократима. 25, 35. Сокращаем на 5. Числители 5, знаменатели 7. Значит, m равно 5 седьмых. Корень уравнения найден. Можем записать ответ. Корнем уравнения есть число 5 седьмых. Уравнение решено. Корнем уравнение справа, liar нив eth нив Asp ka fitur ğ Продолжение следует...